Вести Карачаева, Черкесия Новые механизмы поддержки создания индустриальных промышленных парков и технопарков в регионах СКФО стали ключевой темой совещания под председательством полномочная представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Юрия Чайки. В обсуждении вопросов повестки приняли участие заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров и руководители субъектов округа. Карачаев Чикесию представил премьер-министр республики Мурат Аргунов. Руководители регионов обратились к полпреду с инициативой возобновить действия ранее отмененного механизма софинансирования затрат на создание индустриальных промышленных парков в регионах Северного Кавказа. Ранее Юрий Чайка направил в адрес председателя правительства страны обращение с просьбой рассмотреть возможность участия субъектов Северокавказского федерального округа в конкурсном отборе на получение субсидий на строительство индустриальных промышленных парков в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». На сегодняшний день Минэкономразвитием разработано несколько механизмов создания индустриальных парков с использованием новых инструментов финансирования инвестиционных проектов Акционерного общества «Кавказ-РФ», а также критерии отбора соответствующих проектов. Карачаево-Черкесия по поручению главы республики Рашида Тимрезова установила ряд дополнительных мер оригинальной поддержки для семей военнослужащих участников специальной военной операции. Принятый ранее перечень мер расширен по указу руководителя региона и охватывает как членов семей мобилизованных, так и семей военнослужащих Вооруженных сил России, выполняющих задачи с начала спецоперации. Подробности у заместителя министра труда и социального развития Мадины Шаевой. В соответствии с указом главы Карачаева-Черкесской республики, мобилизованным гражданам, контрактникам, добровольцам, военнослужащим войск Национальной гвардии Российской Федерации, которые заключили впервые контракт с 21 сентября, установлена единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей. Также указом установлены выплаты в случае ранения, в зависимости от тяжести ранения, от 100 до 300 тысяч рублей. И в случае гибели, к сожалению, такие случаи тоже есть в размере 1 миллиона рублей. И хочется отметить, что это дополнительные меры социальной поддержки за счет регионального бюджета к установленным мерам поддержки уже на федеральном уровне. Принят ряд дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих. Эти меры социальной поддержки будут оказывать органы исполнительной власти, каждый в своей компетенции. И приняты меры поддержки и семей, и детей. И очень много дополнительных мер. Но в части, касающиеся министерства, конечно, мы сейчас в первоочередном порядке принимаем на социальное обслуживание граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. И очень важно отметить, что в соответствии с поручением и главы республики, за каждой семьей мобилизованного закрепили социального работника. Социальный работник оказывает необходимые социальные услуги и находится на постоянной связи с семьей. В республике за последние пять лет открылись почти полсотни домов культуры. В настоящее время ведется строительство четырех новых домов культуры на селе. Работы вовсю кипят на объектах в Марухе, Домбайе, Первомайском и ауле Малый Зеленчук. А в Черкесске на завершающей стадии реконструкция детской школы искусств. Скоро это красивое полностью обновленное здание на Ворошилово распахнет свои двери для творческих и одаренных детей города. В рамках нацпроекта «Культура» ремонтируется и Псыжская школа искусств. Ведется реконструкция ДК в двух районных центрах – станицы Зеленчукской и Усть-Жигуте. Только за последний год новые красивые и современные объекты культуры появились в ауле Кызыл-Октябрь, поселке Октябрьском и селе Дружба. Еще в трех домах культуры была произведена полная реконструкция – в Садовом, Кардоникской и Олибердуковском. Объем производства сельскохозяйственной продукции в Карачаево-Чекесе в январе и сентябре этого года составил почти 28 млрд рублей, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На начало октября в хозяйствах всех категорий республики намолочено почти 133 тысяч тонн зерна в первоначально оприходованном весе, что на 5,7% больше, чем годом ранее. Урожайность выросла до более чем 43 сантиметра с одного гектара. Поголовье крупного рогатого скота по региону составило 153 тысячи 300 голов, что соответствует уровню прошлого года. Кроме того, сельхозпредприятиями и республики произведено 159 тысяч тонн молока. Министерство труда и социальной защиты России опубликовало праздничные и нерабочие дни следующего года. Итак, в 2023 году будем отдыхать так. С 1 по 8 января – неделю, с воскресенья по воскресенье. С 23 по 26 февраля – 4 дня, с четверга по воскресенье. 8 марта в среду будет также нерабочим днем. Затем с 29 апреля по 1 мая – 3 дня, с субботы по понедельник. С 6 по 9 мая – 4 дня, с субботы по вторник. С 10 по 12 июня – 3 дня, с субботы по понедельник. И с 4 по 6 ноября – 3 дня, с субботы по понедельник. Отметим, что в регионах страны могут быть свои нерабочие дни. Потребителям Карачаева-Черкеска Энерго установят умные электросчетчики, что поможет максимально снизить энергопотери. С помощью интеллектуального прибора учета потребители смогут отслеживать свой расход электроэнергии на специальном пульте, на котором будут отображаться показания. Новые счетчики, уже установленные за счет компании Россети Северный Кавказ в четырех районах республики, изменили к лучшему статистику потерь электроэнергии. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» Черкеска ведутся работы по восстановлению водных объектов. В настоящее время идет расчистка большого пруда, после начнется очистка малого пруда. Работы позволят в значительной степени восстановить экологическое состояние водных объектов, улучшить его качество, а также повысить рекреационные возможности городской среды. Мероприятие планируется осуществить в два этапа. В ходе первого будет проведена расчистка водных объектов от донных отложений и формирование тела прудов. На втором создадут береговую экосистему с последующей биологической адаптацией, в том числе улаживание берегов с креплением объемными георешетками, организуют биоплата в месте впадения водотока в большой пруды и восстановят самоочищение способностей прудов. В Карачаево-Чекесе на захламленном пастбище продолжают выпас скота, несмотря на опасность. Информацию комментирует заместитель начальника отдела Государственного земельного надзора Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Никулина. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило несанкционированную свалку на землю сельхозназначения в Лужчегутинском районе. Установлено, что в ауле Нового Джигутана сельхозугодьях, предназначенных для выпаса животных, в хаотичном порядке разбросаны отходы производства и потребления, пластиковая посуда, стеклянные бутылки, отходы древесных изделий, текстильные отходы на общей площади 830 квадратных метров. На момент проведения контрольно-надзорного мероприятия на участке продолжали выпас крупного рогатого скота. Таким образом, арендатор земельного участка не обеспечивает безопасную среду обитания сельхозживотных. Управлением Россельхознадзора арендатору земельного участка местному жителю объявлено предостереживание о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. В региональном Россельхозцентре начался сбор урожая вешенок. Выращивать эти экологически чистые грибы здесь будут до апреля. В прошлом сезоне было собрано порядка 3,5 тонн урожая. В этом ожидается не меньше. Все зависит от спроса. А он, как отмечают в региональном Россельхозцентре, довольно высок. На сегодняшний день уже собрали более 500 килограммов грибов. Студенты филиала Ростовского государственного экономического университета в Черкесске присоединились к акции Народного фронта «Всё для победы» и провели студенческую ярмарку. Они напекли разных домашних сладостей и выручили 23 тысячи рублей. Информацию комментирует член регионального штаба Народного фронта в Крачао-Чекесе Денис Струговцов. Сборы в рамках акции Народного фронта «Всё для победы» продолжаются. Это не только федеральный сбор, но и региональный сбор. Вот недавно Ростовский университет «Ринг», филиал в городе Черкесске, проверили ярмарку, где студенты изготавливали свою продукцию и продавали её. Вырученные средства они перевели на региональный сбор в акцию «Всё для победы». Спасибо большое члену регионального штаба Народного фронта в Крачао-Черкесской республике, ректору филиала Ростовского университета Чикатуевой Любови Анатольевне и всем-всем студентам, преподавателям большое спасибо. С 11 по 27 ноября в Крачао-Черкесе, как и страны в целом, пройдёт Всероссийский экологический диктант. В республике будут организованы 45 очных площадок на базе общеобразовательных школ и регионального центра дополнительного образования детей. Участникам в течение 45 минут предстоит ответить на 25 вопросов, касающихся природы, климата, экологической безопасности и других. Узнать свой результат и получить диплом первой, второй или третьей степени в зависимости от набранных баллов или сертификат можно с помощью личного кабинета на сайте ecodictant.rus в разделе «Мой эко-прогресс». Санитарная очистка берегов рек и общественных территорий прошла в республике в рамках масштабной акции «Генеральная уборка». В мероприятии приняли участие около 2,5 тысяч человек, которые в общей сложности собрали порядка 22 тонн мусора. В рамках акции волонтеры провели уборку берега Кубанского водохранилища и навели порядок на береговых линиях рек Овечка и Абазинка. Фонд «Жар птица» с 1 декабря текущего года по 1 марта следующего года проведет на территории Карачао-Чекеси пятый республиканский благотворительный марафон «Сострадание», целью которого является оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и подопечным детских социальных учреждений региона. По итогам четвертого республиканского марафона материальная помощь была оказана в обследовании и лечении 48 детей, а также передали продукты и предметы первой необходимости 111 семям. Сбор пожертвований в рамках работы фонда будет проводиться в государственных учреждениях, на предприятиях, в медицинских и учебных заведениях. Ну и последняя информация. В Донбайе прошел межрегиональный турнир по боксу, посвященный памяти героя России, генерал-майора авиации Канамата Баташева. В состязаниях принимали участие 18 команд из 8 регионов России и Абхазии. В результате упорной борьбы сразу 17 воспитанников спортшколы Черкеска стали победителями и призерами. Различные медали в своих весовых категориях завоевали Эльдар Гачияев, Егор Орешков, Хасан Мучаев, Верослав Мезенцев, Ислам Байрамуков, Авдамир Гумжачев, Тимур Каблахов и другие. По сообщению оригинальных синоптиков, завтра по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 4,9 м в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В горах местами плюс 5-10. В Черкесске дождь. Ветер северный 4,9 м в секунду. Столбик термометра поднимется до 13 градусов выше 0. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нерова. На правах рекламы. Пираты захватили Кисловодск. Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2,96, 58. Спешите узнать тайну пирата. Внимание водителей и пассажиров, планирующих поездки в Крым и обратно. На сайте Министерства транспорта Российской Федерации в разделе «Деятельность» во вкладке «Об организации логистики между Республикой Крым и Краснодарским краем» вы можете ознакомиться с вариантами передвижения между регионами. На странице собраны все альтернативные маршруты как для частных пассажиров легкового транспорта, так и для водителей большегрузов. В разделе можно узнать информацию о работе автомобильного, железнодорожного и морского транспорта, выбрав удобный вариант передвижения. Подробности на сайте Минтранс.гоф.ру Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. До новых встреч!